Другим заметным темам этого утра. Ангеле Меркель дали две недели на поиск решения по мигрантам, которое устраивало бы всех союзников по коалиции в Бундестаге. Канцлер пообещала, что намерена добиться от европейских партнеров дополнительных обязательств на саммите ЕС. Он пройдет 28 и 29 июня. В противном случае беженцам просто закроют въезд в Германию, предупредил союзник Меркель по коалиции, он же глава МВД Хорст Зейхофер. Как проблема с мигрантами едва не вызвала раскол в Бундестаге? И может ли этот вопрос стать для канцлера роковым, знает Александр Коростелев. Мы желаем Ангеле Меркель успехов. С таким напутствием от министра внутренних дел Германии канцлер приступает к самому сложному испытанию за все время ее правления. Меркель предстоит за две недели найти ответ на вопрос, над которым лидеры Европы три года ломают головы. Как быть с прибывающими на континент беженцами? С момента начала миграционного кризиса 2015 года канцлер успешно поддерживала веру населения Германии и стран Юга Европы в светлое солидарное будущее. Справедливое распределение беженцев по всем странам Евросоюза. Первым терпение лопнуло у баварца Хорста Зейхофера с марта этого года возглавляющего МВД Германии. В том случае, если после запланированного на конец июня саммита ЕС Меркель вернется в Берлин с пустыми руками, министр обещал не церемониться. Федеральной полиции ФРГ будет отдан приказ останавливать беженцев на немецкой границе и отправлять их в те страны Европы, где мигранты были зарегистрированы по прибытии на континент. Швабская домохозяйка, как канцлера называют СМИ, видит в такой радикальной защите национальных интересов угрозу для ее главного детища Евросоюза. Проект «Единая Европа» находится в опасности, а Германия не просто любая другая страна. Скорее, я считаю, что Германия несет огромную ответственность, поскольку обладает самой сильной экономикой, как самая большая страна. Так как мы расположены в центре Евроконтинента, нас не затрагивают непосредственно сами прибытия мигрантов. Скорее, речь идет о том, что люди называют вторичной миграцией. И мы несем ответственность в то самое время, когда эмоции играют большую роль в политике, если я могу так выразиться. И поэтому я считаю, что нужно решить проблемы только в долгосрочной перспективе. Единственное решение, которым Меркель может ответить на ультиматум восставшего министра Зихофера – отказ от общеевропейского распределения беженцев и переход к двусторонним соглашениям с теми странами, которые больше других страдают от политики открытых дверей Германии. Первая на очереди – Италия, которая начала закрывать свои порты для кораблей с мигрантами из Африки. Премьер-министр Джузеппе Конте в Берлине выразил надежду, что ЕС еще может внести корректировки в свой миграционный курс. Лучше поздно, чем никогда. Что касается миграции Европейскому Союзу, необходимо менять эту проблему в перспективе. Я верю, что Германия это осознает. Германия также понимает, что вопрос миграции имеет под собой немало подоплек политических, социальных, правовых, экономических. Без увеличения сил Европейской администрации эту проблему нельзя решить. Миграция останется бесконтрольной, и Италия не может продолжать действовать в одиночку. Что значит действовать в одиночку? Теперь предстоит узнать Ангеле Меркель. Канцлер своими решениями отдалил от себя не только собственное правительство, но и ближайших союзников по Евросоюзу. Связанный канцлер, как называют главу немецкого правительства газеты Тагештигель, стремится избежать эффекта домино. Очередной миграционный кризис у немецкой границы станет фактором нестабильности не только на Балканах, но и в Берлине. Как отмечает Дицайт, Меркель выиграла время и в очередной раз спасла себя. Однако опасность еще далеко не миновала. Александр Коростелев, Вести, Берлин, Германия.